Приступаем. Сразу скажу, для трансляции, для записи дисклеймеров, мы сегодня проводим в экспериментальном формате лекцию в аудитории. Вот тут студентов есть какое-то количество, довольно много на самом деле. Круто, что вы пришли. Поэтому, возможно, по качеству будет так себе, но, к счастью, есть записи прошлого года, есть конспекты, поэтому, наверное, не очень страшно, если мы сделаем все плохо. Но давайте начнем. Мы сегодня с вами договорим про ядра. Мы поговорим про, наверное, важную тему, которая потом войдет в домашку. И потом начнем говорить про ЕМ-алгоритм. Про него давайте я скажу, когда дойдем, чтобы сейчас немножко тут не растекаться. Значит так, по поводу ядер. Ядровые методы. Мы с вами уже обсудили, что это такое на семинарах. У всех же были семинары, да, уже? Да, у вас тоже были? Вроде да, никто не возражает. Значит, мы на семинарах уже обсуждали, как они строятся. Мы на лекциях некоторые методы выводили, СВМ двойственные вывели. Но у ядер есть такая проблема. Значит, давай сначала вспомним немножко вообще, к чему это все было. Вот мы говорили, что вот, допустим, у меня есть какая-то матрица объекты-признаки, которая имеет размер L на D. L объектов, D признаков. Если мы будем строить линейную модель просто над этой матрицей, ну, это довольно понятно, как делать. Это быстро, легко, но не всегда получается линейная модель хорошая, потому что не факт, что эти данные линейно разделены. Поэтому мы можем сделать такой спрямляющий, что ли, переход и построить новую матрицу, давайте ее назовем, я не знаю, FI, где признаки будут какие-то новые, какие-то нелинейные признаки с теми же объектами. Давайте их у меня будет D большая штука. Ну, это можно сказать, что я сделал переход в спрямляющее пространство. Вам нормально видно? Вам тоже нормально видно? Меня пугает, что в чате ничего не происходит. Нет, нет, вот тут народ реагирует. А это вы мне отвечаете там. Класс. Ну, вот, значит. Но при этом, какие новые признаки могут быть в этой матрице? Могут быть какие-то там произведения, признаки, какие-нибудь там экспоненты, синусы, косинусы, логарифмы. И этих признаков может быть дофига. То есть может оказаться, что этих признаков у меня там на порядке больше, чем D маленькая. D маленькая у меня может быть там была тысяча, D большой у меня может быть там миллиард, например, новых признаков. И с этой матрицей работать уже может быть сложно. Типа не лезет в память. Вот. И тогда мы придумали ядра. Мы придумали методы, которым достаточно знать только матрицу грамма, только матрицу фи на фи транспонированная, которая имеет размер L на L. Ну, типа, да, объектов тоже может быть много, но при этом мы хотя бы избавляемся от D большого. Если мы придумали новых признаков, типа там триллион, я не знаю, ну, как бы это какое-то огромное количество, то может оказаться, что вот с этой матрицей мы хотя бы справимся. Иногда достаточно знать только ее. И вот получается, мы с вами вывели некоторые методы, которые пользуются только этой матрицей, которая размер L на L имеет, но при этом они как бы строят модель над вот этим пространством. То есть, по сути дела, мы смотрим только на скалярные произведения, но при этом работаем вот в том очень высокоразмерном пространстве. Это здорово, это нам понравилось. Ну, вот да, тут в чате нам говорят, что D может быть равно бесконечности. Да, это правда. То есть, значит, иногда D равняется плюс бесконечность. Вот это вообще-то, да, замечательно. Вот, но при этом как бы здесь нас должно смущать, что вот это вот L на L есть. То есть, что, ну, все-таки это много может быть. И вот возникает вопрос, а можно ли как-то сохранить его, это свойство, что мы строим модель над каким-то очень высокоразмерным пространством, но при этом мы еще не должны в эту матрицу хранить. То есть, значит, вопрос, на который мы сейчас с вами ответим. Можно ли все еще строить модель над, ну, как бы, в этим спрямляющем пространством H, но при этом не хранить финофитранспонированное? Ну, это, конечно, звучит, как, знаете, сесть на два стула, вот то, что мы сейчас хотим сделать, но, тем не менее, давайте попробуем. Значит, ответ, что да, можно. Можно попытаться вот как-то сохранить свойства ядровых методов, при этом не работая с матрицей грамма. И вот, собственно, этот подход называется аппроксимацией спрямляющего пространства. И мы сейчас его кратенько с вами обсудим. Есть много методов, которые позволяют спрямляющее пространство как-то аппроксимировать. Вот мы обсудим с вами один из них, который называется довольно интересно. Он называется Random Kitchen Sinks. Вот. Значит, сокращенный РКС. Рандомные раковины, да. Да, рандомные раковины. Ну, почему он так называется, это вопрос вам на исследование. Если разберетесь, расскажите мне, в статье это не объясняется. Это как бы вообще в целом какая-то тема статей про машинное обучение, что там какое-то безумное название, и типа вот, держите, живите теперь с ним, называйте этот метод вот так. Да, то есть вот в чате нам говорят, что это примерно как бидон. Рандом китчен бидон. Ну, да, да. Ну, если хочется называть это дело как-то более научно, то еще есть название Random Fourier Features. Вот. РФФ. Вот. Так что, что вам больше нравится? Ну, то есть вот сейчас возникнет что-то, что хоть отдаленно будет оправдывать то, что вы изучали преобразование Фурье на втором курсе. Значит, итак, идея здесь такая. Такая. Мы хотим с вами, значит, хотим найти, да, значит, небольшое замечание. Я что-то вот немножко вперед забежал, давайте вы это сменим пониже. Я напомню, что вот у меня есть какое-то ядро, мы же с ядровыми методами работаем, да, и, а, так, что там у нас? Синка-то раковина на кухне, в ванной того же бейзин стоит. Даниил, это в Америке так не говорят. Ну, вот в Англии может быть это в высоких домах. Вот, значит, у меня есть какое-то ядро, и оно является скалярным произведением в каком-то пространстве. И мы хотим найти какое-то новое преобразование Фи с волной от Х. Вот это вот Фи мы даже не знаем иногда. Например, в случае с гауссовым ядром мы понятия не имеем, что это за Фи. Он переводит там куда-то, какое-то Гильбертово пространство. А вот здесь мы хотим найти какое-то другое преобразование Фи с волной, которое мы можем посчитать. Такое, что скалярное произведение Фи с волной от Х на Фи с волной от З как можно лучше аппроксимирует мое исходное ядро. То есть здесь Фи какое-то сложное, непонятное, неизвестное. Я хочу найти какое-то преобразование Фи с волной в явном виде, которое переводит так мои объекты, что скалярное произведение вот этих Фи с волной – это почти мое исходное ядро. Поэтому это называется аппроксимацией. Ну и дальше, если я это сделаю, мы будем строить просто модель какую-то линейную над Фи с волной от Х. И как бы строя эту модель, мы будем почти строить модель вот в том спрямляющем пространстве нашего ядра. Значит, это будет почти линейная модель в H. в спрямляющем пространстве. Почти, ну потому что это аппроксимация. Если бы вот здесь у меня было в точности равно, тогда да. А, ну вот, окей, почти в органолептическом смысле, отвечая на вопрос из чата. То есть, ну, как бы, вот мы верим, что если это преобразование, оно аппроксимирует ядро, то, наверное, и модель над этим преобразованием будет почти то же самое, что модель над Фи. И верим, что это похоже на линейную модель над оригинальным спрямляющим пространством. Вот так. Ну вот, Петр говорит, что нам придется считать столько же чисел для Фи на Фи-транспонированной. Ну, у нас размерность пространства, в которое Фи с волной переводят, будет меньше, чем размерность Фи. Поэтому, ну и плюс мы же будем строить просто линейную модель. То есть, мы будем строить уже, решать не двойственную задачу, а будем вот решать прямую задачу. В явном виде над Фи с волной будем строить линейную модель. Это сильно проще. Градиентный спуск, бахнем и все. Вот, поэтому тут, как бы, должно быть не так тяжело. Там какая-то ссылка на статью. Ладно, не знаю, это реклл. Ладно, вроде не будет реклл, но не будем открывать. Так, окей. Вопросы какие-то пока все понятно? Все хорошо? Все, все, все. Замечательно. Давайте теперь немножечко поделаем математики. Значит, есть такая, значит, давайте начнем с того. Предположим, что мое ядро, ну даже давайте вот K от XZ, что оно представимо вот в таком виде, что оно зависит просто от разности X и Z. На самом деле таких ядер много. Вот гауссовое ядро, пожалуйста, зависит только от разности. Полиномиальное вот уже не зависит, да, но что его аппроксимировать, да, когда гауссовое есть. Есть и другие ядра, которые, в принципе, в таком виде представимы. Есть, например, так называемое рилу ядро, вот, которое, если я не ошибаюсь, тоже в виде разности представимы, оно там используется. Да, вот Ильдус там правильно пишет, что мы сделали андуистную задачу, чтобы отказаться от прямой задачи, чтобы потом заменить ее на другую прямую задачу. Да, ровно так. Значит, вот, предположим, что ядро в таком виде представимы. Тогда, значит, есть в функциональном анализе такая теорема Бохнера, которая говорит, что любое непрерывное ядро вот такого вида, то есть давайте считать, что это ядро непрерывное, ну, просто по своим аргументам, господи, что я пишу, непрерывное, что любое непрерывное ядро такого вида представимо в виде интеграла по РД, ну, мы считаем, что X и Z из домерного и эпидридового пространства, вот такой штуки. P от W умножить на экспоненту в степени И, где И – это мнимая единица, да, у нас еще тут комплексные числа сейчас возникнут, W транспонированная, X минус Z по W интеграл. Для некоторого P от W, для какого-то. Вот, ну да, то есть как бы, то есть утверждается, что в некотором смысле можно ядро представить как некоторое преобразование Фурье для какого-то распределения P от W. Ну, например, вот, как вы думаете, для гауссового ядра это P от W будет каким-то, чисто интуитивным? Ну, наверное, нормальным, да? Ну, действительно, да. То есть, если K – это гауссовое ядро, то P от W – это просто будет нормальное распределение там с нулевым средним и ковариационной матрицей, которая от сигмы зависит. В гауссовом ядре у нас была сигма, вот там оно возникло. Вот, значит, вот такая теорема есть. Конечно же, мы тут не на паре по математике, поэтому мы доказывать ее не будем. Мы вместо этого ей воспользуемся. Значит, ну чего? Ну вот какая-то дичь пока, конечно, да? То есть что-то интеграл какое-то, распределение, экспонент с мнимой единицей. Ну, давайте как-нибудь хоть немножко упростим. Что вы умеете делать с экспонентой в степени мнимой единицы на что-то там? Формула Эйлера есть, да. Давайте ее запишем. Давайте напишем, что это дело. Это у меня интеграл по-прежнему по rd. Значит, p от w умножить на косинус, w транспонированное на x минус z. Это действительная часть. Плюс интеграл по rd, p от w умножить на… Ну, здесь минимая единица, да, забыл ее. Умножить на синус, w транспонированное на x минус z. d w. Вот это я просто по формуле Эйлера расписал эту экспоненту. Давайте теперь немножко включим мозги и подумаем. Значит, смотрите, вот здесь у меня записано какое-то комплексное число. У него есть действительная часть и мнимая часть. И оно равно моему ядру. А ядро-то, ну, вроде мы записывали с вами Гауссов, оно дает нам вроде вещественные числа, да. То есть получается, что слева у меня комплексное число, у которого нулевая мнимая часть. Но это означает, что поскольку вот здесь, вот эта штука, у меня действительное число, значит, справа у меня тоже должно стоять действительное число. Значит, мнимая часть здесь равна нулю. Такое вот рассуждение. Остается только вот эта вот часть с интегралом от косинуса. Да, ну, конечно, это такое действительное распределение. То есть мы считаем, что это точно такое. Так, напоминает… А что? Десяти, что это такое? Я не знаю. Вот. Ага, что это? А, ну, короче, это… Из Матана, да. Окей, математика какая-то. Окей, хорошо, хорошо. Значит, окей, замечательно. Значит, это мы с вами увидели, но все еще остается какой-то долбанный интеграл, да. Не очень приятный. Какое-то распределение там. Ну, давайте тоже вопрос к вам. Может быть, вы такое обсуждали уже где-нибудь там на низах, не знаю, где-то еще. Как можно этот интеграл заменить на что-нибудь без интеграла? Как думаете? Вопрос к чату тоже. Суммой какой-нибудь по мелкой сетке. Да, вот. Ну, сумма по мелкой сетке – это что-то из численных методов, и это довольно сложно было, потому что, ну, тут у нас как бы РТ, да, там непонятно, что у нас сумма какая-то бесконечная, ряд что ли какой-то записывать. Вот, но, да, вот по Монте-Карло. Хорошая идея. Значит, есть такой метод Монте-Карло, который говорит… Давайте я запишу тут, врезка такая будет. Ну, как вы понимаете, Монте-Карло – казино, да, там все, как вы любите. Значит, метод Монте-Карло говорит, что если у меня есть какой-то интеграл по РД, например, где у меня есть какое-то П от Х, умножить на какую-то другую функцию Ф от Х по ДХ, где П – это какое-то распределение на всем методовом пространстве, а Ф от Х – просто какая-то функция, то утверждается, что я могу аппроксимировать этот интеграл вот какой штукой. Среднее по Н точкам Ф от Х и Т. Функция, где вот эти точки Х1 и так далее, ХН, просто сэмплируются из П от Х. То есть, смотрите, я просто из этого распределения сэмплирую сколько-то там точек, Н штук, и усредняю значение функции в этих точках. И действительно это имеет смысл, потому что, смотрите, вот у меня вот этот интеграл, в некотором смысле сумма такая бесконечная, и я здесь суммирую значение функции, но с весами из этого распределения. Если у какой-то точки вероятность низкая, тогда, в принципе, неважно, какое значение у функции в этой точке, потому что все равно будет нулевой вес почти. А если у какой-то точки вес большой, если П от Х большое, тогда значение функции войдет с большим весом, и оно влияет на этот интеграл. Тогда давайте я просто сэмплирую из этого распределения много точек. Из вероятных областей у меня будет много точек, и как бы Ф от Х войдет много раз в эту сумму. Из невероятных областей П от Х будет маленькая, и Ф от Х не войдет. И поэтому получится, что в это среднее почти то же самое, что это интеграл. Можно показать, что эта оценка там хорошая, что при мяческой бесконечности я получу очень точную оценку, ну и так далее. Вот, то есть как бы этот метод аппроксимации интегралов, он рабочий, можно им пользоваться. Вот, запомнили это. Так, может, про него вопросы какие-то? Может, как-то это вас смущает? П от В, да-да-да, это какая-то плотность. Нормальное распределение. В случае с Гауссовым, да. А так просто известно, что для какого-то П. Ну и там для большинства ядер можно посчитать. Это как бы известно. Ну, во-первых, нам, наверное, нужно, чтобы этот интеграл существовал. То есть, конечно, можно предложить какое-то… Ну да, то есть… Значит, я сейчас… Ну вот у нас вот в чате есть мистер Ильдус, который в этом разбирается лучше меня, поскольку слушает такие курсы сейчас. Можно его призвать, чтобы он нам сказал условия. Но я могу предположить, что, во-первых, эта оценка верна, если у меня интеграл существует, а дальше просто ее точность зависит от того, какими у меня свойствами интеграл обладает. То есть, если у меня П какое-то плохое, например, там вырождено какое-то распределение, хоть нет, если вырождено, то наоборот хорошо, все будет так, потому что насамплируют только из известных точек. Ну, в общем, подозреваю, что от каких-то свойств П и Ф зависит сходимость, но в целом эта оценка, по идее, верна, то есть она будет несмещенной и стремится к этому интегралу просто если интеграл существует. Мое мнение такое. Ф непрерывная должна, так и говорят. Окей, хорошо, давайте будем считать, что Ф непрерывная. Ильдус, напиши нам в чат условия сходимости вот этого дела, вот этого дела вот к этому, просветенность. А мы пока потихоньку пойдем дальше. Хороший вопрос. Я про это тоже потом... Ага, ну, говорят, все сложно. Ну, видите, да. Ну, нет, хорошо, я запомнил, я потом про это посмотрю, вам накидываю информацию дополнительно. Значит, это так. А пока давайте мы этим делом воспользуемся и аппроксимируем в этот интеграл по Монте-Карло. Что у меня тогда получится? У меня получится вот такая штука. 1 делить на n сумма по, ну, там пусть же, я не знаю, от 1 до n косинус от W транспонированное житое умножить на x минус z. Вот такая получается штуковина. Где W1 и так далее, Wn я насэмплировал из P от W. Хорошо. Дальше. Давайте вспомним теперь школьную математику. А, ну, вот нам говорят, что по закону больших чисел это должно быть выполнено. Ну, типа того. Ну, здесь слева записано мат ожидания, а справа... Да, кстати, да, точно. Да, да, кстати, да. То есть, поскольку да, слева мат ожидания от x по распределению P, а справа средняя, да, по закону больших чисел она точно сходится сюда. Так что... Вы правы. Окей. Значит, давайте теперь школьную математику вспомним, как косинус разности расписывается. Да, косинус на косинус плюс синус на синус, правда. Давайте запишем это. Вы молодцы, помните, спустя 2 года, даже 2,5 года. Значит, косинус W транспонированное житое на... Х косинус W транспонированное житое на... Плюс синус W транспонированное житое на... Х синус W транспонированное житое на... Ну, то есть, смотрите. То есть, получается, что у меня... Вот видите, цепочка, я начал с ядра какого-то, да, что-то писал, писал, писал. Получилось вот такое. То есть, если я возьму фи с волной от x, равное, значит, 1 делить на корень из n умножить на вот такой вектор. Значит, косинус W1 транспонированное на x и так далее. Косинус WN транспонированное на x, синус WN транспонированное на x и так далее. синус W, ой, только тут W1 надо, синус Wn транспонированное на х, то вот эта штука, это у меня просто скалярное произведение фи с волной от х на фи с волной от z. Ну, видите, да, у меня есть произведение у этих признаков косинус на косинус, синус на синус. И вот, по сути дела, у меня здесь записано скалярное произведение вот таких новых признаковых описаний моих объектов. Ну, то есть мы с вами тут выписали некоторую цепочку, где показали, что W1 скалярное произведение будет как-то аппроксимировать мое исходное ядро. Так, значит, Иван спрашивает, откуда берется W? W я сэмплирую, да, вот давайте прям подкрашу, сэмплирую из распределения P от W, которое у меня взялось из вот этой теоремы. Да, да, то есть как бы, ну, я просто могу там сделать преобразование в Улье, скажем так, обратно и узнать, какое это P от W. Да, то есть мы его знаем, считайте, из теоремы. То есть оно однозначно определено для любого ядра, которое непрерывно и записывается в таком виде. Вот, вот, ну, значит, давайте напишу, что для гауссового ядра P от W, это у меня нормальное распределение с нулевым средним и сигма квадрат на единичную матрицу. Вот, ну и дальше можно показать, что для гауссового ядра тут будет выполнена некоторая оценка, которая выглядит вот так. Значит, вероятность того, что супремум по х и з разница фи с волной от х на фи с волной от з минус k от xz, да, то есть вот это, это вот то, что мы выше записали произведение у этих штук, k от xz, это гауссовое ядро. И вот, значит, вероятность того, что этот супремум будет больше или равен эпсилон, меньше или равна вот такой штуке. c делить на эпсилон в квадрате экспонента от минус n эпсилон в квадрате поделить на 4d плюс 2. Те, кто ходил на SL, чатик задвинем пока. Ну, короче, мораль. Если у вас n стремится к бесконечности, то у вас вот эта штука все ближе становится к катексе. Ну, а вероятность, понятно, берется по вот w житым, который в методе Монте-Карло у нас. Вот, то есть это по мере стремления на бесконечности вот эта как бы оценка, эта вот аппроксимация ядра будет стремиться к моему оригинальному ядру. Ну, и получается дальше такая схема, что я просто сэмплирую w1 и так далее, wn из p от w. Говорю, что у меня вот эти вот фис-волной от x – это новое признаковое описание. И дальше я строю модель просто над фис-волной. Вот, то есть никаких двойственных переходов, никаких ядер, все, я просто получил новое признаковое описание, строю над ним модель, ну и можно верить, что тогда у меня получится модель, похожая на модель, которая получилась бы в войском пространстве. Вот, такая вот история. Ну и давайте теперь посмотрим, что по сути, что по сути мы с вами тут делаем в этом подходе. Мы его теоретически обосновали, да, это аппроксимирует там ядровые методы, куча математики, но по сути дела мы с вами генерируем n рандомных векторов, рандомных, да, из нормального распределения, на них проецируем мои объекты, ну и берем какие-то синусы-косинусы. То есть, по сути дела, мы делаем какие-то рандомные проекции и от них берем нелинейные функции. И оказывается, что вот такой тупой подход генерации новых признаков, да, на рандомить, работает почти как высокая математика и ядровые методы. Вот, то есть забавно. В целом, как бы это то, что вы уже, скорее всего, после ему один знаете, догадываетесь, что так можно делать, что можно просто, типа, насэмплировать каких-то рандомных векторов, на них попроецировать мои данные, а вот оказывается, это не просто рандомизация какая-то, а высокая теория. Вот, значит, Петр спрашивает, гауссовые рандомные проекции, это не оно, но вообще оно вроде так. Вот, ну и, собственно, в домашке, которую мы сегодня, наверное, выдадим, вы увидите, что как раз таки, вот, ну вы там будете заниматься примерно вот этим, вы будете рандомные признаки генерировать, и вы увидите, что это прикольно работает, что это повышает качество вашей модели, и вот, типа, можно вот так рандомить, и это будет вот классно. Такие дела. Вопросы какие-нибудь? Да, да, мы его, скажем так, знаем из литературы. Ну вот для гауссовой ядра мы знаем, что это нормальное распределение. Если там какое-то еще ядро возьмете, ну там можно выходит. Вот. Еще вопросы? Вроде нет. В чате вопросы? Тоже нет. Хорошо. Хорошо. Давайте переходить тогда к новой теме. В эту часть мы сменим цвет на красный, цвет боли. Мы будем говорить сейчас с вами про Е-малгоритм. Значит, это наша с вами следующая тема. Она такая, с одной стороны, довольно небольшая, но при этом она весьма болезненная. То есть вот там какие-то неприятные задачи теоретически будут про Е-малгоритм. Там будет еще более неприятная домашка. Но, тем не менее, это такая интересная штука, в которой стоит разбираться, потому что она время от времени возникает в разных приложениях. Она до сих пор, например, в каких-то байсовских методах, нейробайсовских методах возникает. Ну и полезно ее знать. На прикладной статистике вы это уже проходили, но мы на это посмотрим немножко с другой стороны, поэтому должно быть все равно что-то новое. Плюс не все ходили на прикладную статистику здесь. Так что придется немножко потерпеть. Ну давайте вопрос к тем, кто ходил на этот курс. Вот что вы помните про Е-малгоритм? Что это? Для чего это? А у чего параметры подобрать? Да, ну кстати, к чату тоже вопрос относится. Можете написать, что у кого-нибудь про Е-малгоритм. Да, значит, это правильно. Еще какие-нибудь взгляды на Е-малгоритм? Ну ладно, есть какие-то примерно данные. А что такое скрытые переменные? Ага, да, все так. Значит, смотрите, на самом деле, вот, ну, есть такой современный взгляд на Е-малгоритм, это следующее. Вот типа есть, значит, статистика, математическая статистика, а есть методы оптимизации. Вот вы немножко уже статистику поизучали, и вы сейчас, ну хорошо, не все, но почти все изучаете методы оптимизации. Вот что вам нравится больше, статистика или оптимизация? Статистика, да? Давайте поднимем руки. Кто считает, что статистика интереснее, чем оптимизация? Ага, да. Вы тоже, ничего не нравится Егору. Кто считает, что оптимизация лучше? Окей. Да, вот лучше всего спать, говорят в чате. Так вот, значит, а ты поприятнее, Петр говорит, ну, хоть кто-то. Вот в чате я тоже сказал. Ну вот, ну и, короче, вот, когда вам встречается сложная задача, но вы терпеть не можете оптимизацию, то вот Е-малгоритм – это ваш выход. То есть это, по сути, как бы взгляд людей, которые любят статистику и не знают оптимизацию на то, как решать довольно сложные задачи с такими трудными функционалами. Мы с вами покажем, это уже будет на следующей лекции, что на самом деле Е-малгоритм – это частный случай метода Ньютона-Рапсона, то есть это, по сути, градиентный спуск с некоторым масштабированием градиента. И, по сути дела, это все там, значит, экстазия сольется в один такой метод, и мы увидим, что вот, ну, просто там Е-малгоритм – это вот некоторое улучшение градиентного спуска. Вот, да, вот Ильдус говорит, статистика – это, конечно, супер, но пробовали ли вы спать? Да, это правда. Давайте еще вот вопрос задам. А вот на прикладной статистике вы для чего Е-малгоритм применяли, для каких задач? Для разделения смесей и только. Ну, вот мы тоже, давайте я про это дело напомню. Значит, смотрите, вот есть такие, ну, мы начнем с кластеризации, но при этом там у Е-малгоритма применение есть там для метода главных компонент, можно его переписать так, что Е-малгоритм дает там преимущество. Для там тематического моделирования, мы немножко его коснемся позже, для там частичного обучения, мы тоже до этого дойдем. Еще много где он у нас будет всплывать даже в этом курсе. Значит, ну вот давайте сначала пример. Я вам напомню, а кому-то расскажу заново. Значит, вот есть такая штука, называется смесь распределений. А записывается она вот так. Это называется смесь распределений. Ну, название логичное. Вроде правильно написал. Типа у меня есть какие-то плотности pk от x, какие-то плотности. И я их смешал с какими-то весами. Эти веса – это у меня просто какие-то вещественные числа. Но при этом веса на самом деле не какие-то, они должны суммироваться в единицу. И должны быть неотрицательными. Вот. Вот это называется смесью распределений. Кто помнит, какой смысл физический у смеси распределений? Вот. Да, да, да. То есть, вот как бы мы сэмплируем так. То есть, по сути, если у меня есть p от x, которая задается вот так, это означает, что я сначала выбираем… Ну, ладно, что я слова буду писать, если формула есть. Сначала я выбираю k из распределения от 1 до k большого, где вероятности задаются пишками. То есть, как бы я беру дискретное распределение на числах от 1 до k и генерирую из них с такими вероятностями k, индекс. А потом я x генерирую соответствующего pk. То есть, я как бы сначала выбираю одно из распределений этой смеси, одно из компонент смеси, а потом я из него выбираю x. Вот такой смысл смеси распределений. Ну и на самом деле, зачем это нам нужно? Потому что, по сути дела, если я подгоню вот такую смесь под мою выборку, я в некотором смысле сделаю кластеризацию моей выборки. Потому что, допустим, у меня смесь, которая описывается двумя, допустим, или тремя нормальными распределениями. Вот я подогнал под данные и получил вот такую смесь. Допустим, у меня данные вот такие какие-то. Я подогнал под них смесь, получил вот такие три компонента. Ну, отлично, я получил три кластера. Первый, второй, третий, вот они, которые описываются этими плотностями. При этом прикол кластеризации вот такой еще в том, что у меня каждая точка относится к каждому кластеру с какой-то вероятностью. То есть, это не жесткая кластеризация, как в Каминс, например, было, когда я каждую точку точно приписал к одному кластеру. А это мягкая кластеризация, потому что каждая точка имеет свою вероятность с точки зрения каждого кластера. p1 от x, p2 от x, p3 от x. То есть, точка в каких-то пропорциях относится к каждому кластеру, поэтому, конечно, кластеризация мягкая. Пока понятно, что происходит, пояснения не нужны. Я просто тут спешу, потому что, мне кажется, вы это уже слушали где-то, но если вы не слушали, вам непонятно, вы говорите, я это торможу. Вы контролируете темп. Ну вот, и в чем проблема работы с такими смесями? А проблема вот в чем. Как мы с вами подгоняем параметры каких-то плотностей? Методом максимального правдоподобия. Давайте я запишу метод максимального правдоподобия для смеси. Значит, метод максимального правдоподобия для смеси. Он будет выглядеть следующим образом. Значит, метод максимального правдоподобия. Ну, я записываю логарифм. Сумму пи от 1 до l логарифм п от х и тв. Я расписываю это дело. У меня что получается? Сумма пи от 1 до l логарифм. Подставляю сюда формулу смеси, плотности смеси. Тут у меня будет сумма пи от 1 до k большого пикатая на пикатая от х. Вот такая вот штука получается. И это дело я хочу максимизировать по параметрам этих распределений. Ну, какие-то там теты. Например, если у меня пикатая – это нормальное распределение с каким-то там мюкатым средним и сигмакатой ковариационной матрицей, то эта штука будет выглядеть так. Это будет у меня сумма пи от 1 до l. Логарифм пика. У меня логарифм произведения – это же сумма логарифмов. Логарифм пика плюс логарифм нормальной плотности. Ну, а что такое нормальная плотность? Напоминайте мне. 1 делить на… Ну, это же многомерное. Там что-то 2π определитель сигмы. Ну, d пополам, если у меня размерность d умножить на экспонента от минус… Что там? Минус 1, 2, x минус мюкатая, транспонированная на сигма в минус 1, на x минус мюкатая. Э, э. Да. Да-да-да, то есть, смотрите, у меня вот здесь логарифм… А-а-а, пика… Да-да-да, все, пика внутри, да. Все, спасибо. Затупил. Вот так. Ну, и смотрите, что получается. Здесь у меня… Так, сигма и знак суммы в одной строчке. Да-да-да, мы прямо тут… Мы сейчас будем просто возвышаться над математикой с вами. Я вчера, короче, одну статью смотрел про вот кросс-связь с ЕМА-алгоритмом с гигантным спуском. И там реально я долго тупил, что там какая-то формула, что-то какая-то сумма, в конце значок суммы, к, пока, и все. Вот, там что-то формула какая-то. Я думаю, блин, а сумма почему-то, что это оператор какой-то, что происходит? Потом я понял, что это матрица ковариации. В общем, да, тут, конечно, плохо. Так вот, значит, смотрите. И здесь у меня в этом функционале, который я хочу максимизировать по, там, пика, мюка и сигма-ка. Меня пять чат закрывает. У меня в этом функционале стоит логарифм от суммы какой-то жести. И вот оказывается, вот просто, если вы запустите градиентный спуск для оптимизации этого функционала, его там раздолбает просто. То есть он либо вообще не сойдется, либо будет сходиться безумно долго. Потому что вот оказывается, что логарифм суммы от каких-то сложных штук, типа там экспонентов, патологических форм, это очень сложный функционал с очень сложными линиями уровня. Там типа линии уровня оказываются какие-то, там что-то вот такие, там вот такие, вот здесь там какие-то сложные, какие-то, ладно, это что-то у меня, здесь какие-то, что-то вот такое, какая-то амеба внутри, там еще какие-то вот такие. В общем, этот функционал очень-очень сложный. Ну, как минимум, потому что, смотрите, у меня он инвариантен в переставке компонент. Если я, допустим, возьму мю-1, мю-2, сигма-1, сигма-2 и поменяю их местами, первую и вторую компоненту обменяю, у меня значение функционала не поменяется. То есть я могу переставлять компоненты между собой, как хочу, и буду получать эквивалентные решения. И поэтому тут возникает куча локальных оптиумов, вот такие вот картиночки линии уровня возникают. И в итоге это безумно сложно оптимизировать градиентным спуском, он просто не справляется. То есть оптимизация работает здесь очень плохо. И поэтому здесь возникает потребность как-то вот улучшать эту оптимизацию. Что-то другое придумывать, не градиентный подъем. Тут же максимизация у нас, не градиентный спуск, а градиентный подъем. Как-то улучшать градиентный подъем, чтобы это хоть как-то сходилось. И вот как раз-таки ЕМ-алгоритм – это про то, как нам оптимизировать вот такие функционалы. Давайте запишем его. Да, да, да. О, да, о, да. Да, спасибо большое. Выше тоже, да. Да, да, виноват. Спасибо. Еще, может, что-то? Извините, дорогой чат, вы нам мешаете видеть доску, поэтому я какое-то время не буду вас читать. Окей. Ну, чего, давайте теперь запишем, то есть это пока был какой-то пример, да, про там плотность, про смесь нормальных распределений. Давайте теперь запишем это дело в общем виде. Значит, в общем виде это… А, да, я не сказал самое главное, как мы будем оптимизировать, да, простите, пока общего вида не будет. Пока, значит, давайте мы вспомним с вами, ну или узнаем, что плотность можно записывать эквивалентно еще вот в таком виде. Значит, другой способ записать плотность в смеси. Способ следующий. Значит, я утверждаю, что я могу вместо p от x равного сумме пока от 1 до k большого пикатая на p катая от x записать вот такую штуку p от xz, и запишу вот что, у меня здесь будет произведение пока от 1 до k большого пикатая на пикатая от x, и это все дело в степени z катая, где z катая – это у меня просто либо нолик, либо единичка. И выполнено требование, что сумма всех z k по k от 1 до k большого равна единице. То есть z – это какой-то вектор размерности k большое, бинарный, у которого ровно одна компонента равна единице. И смотрите, что получается. Если я вот здесь, вот отсюда, как бы, как это по-русски называется, маргинализую, маргинализую это распределение по z, то есть просто просуммирую по всем возможным z, вот это вот p от xz. Сколько у меня всего возможных векторов z, скажите? Нет. Да, да, если бы вот только в это требование было, то было бы 2 в степени k большое. А поскольку есть второе требование, что сумма компонент равна единице, у меня, ну, как бы, по сути, я просто выбираю, в какой компоненте единица стоит. У меня всего k большое таких векторов. Ну, смотрите тогда, что это будет у меня. Это будет сумма по k от 1 до k большого всех этих выражений. Чему равно бы это выражение, когда у меня первая компонента, у z, равна единичке, скажите? Да, да, ну и так далее. И получится просто p катая на p катая от x. То есть, если я маргинализую эту штуку по z, у меня получится ровно плотность смеси. То есть, получается, я ввел какие-то z, которые мне не мешают. Если я их убираю, если я интегрирую по ним, как бы, ну, суммирую, да, то получаю просто плотность вот эту. Но я сюда ввел, получается, вот эти вот дополнительные скрытые переменные z. Кстати, а какой у них физический смысл, как думаете? Что вот z говорит мне? Да, из какой компоненты пришел x? То есть, по сути, z говорит, какую компоненту я беру, чтобы из нее сгенерировать x. Вот, и дальше, если я запишу плотность у этого уже как бы расширенного правдоподобия, то получится следующая штука. Получится сумма по i от 1 до l логарифм. Что у меня здесь выходит? Ну, типа, произведение по k от 1 до k большого. Я это произведение, логарифм произведения, это же очень удобно, да, это сумма логарифмов. И у меня получится сумма по i, здесь это, да, опять, от 1 до l большого. Значит, здесь у меня будет z к на логарифм пикатого плюс z к на логарифм пикатого от x. Смотрите, и здесь у меня уже под логарифмом нигде нет суммы. Спасибо, что-то я очень невнимательный. Видите, вот надо смотреть сюда, туда, еще тут еда стоит. Тяжело. Там какие-то шутки в чате смешные, надо их оценить. Значит, вот, и здесь нигде под логарифмом не стоит сумма, и это прикольно, потому что этот функционал оказывается сильно более простым для оптимизации. И вот получается, что есть случаи, когда введение каких-то дополнительных переменных позволяет мне упростить функционал, и там градиентный спуск будет работать лучше, например. Но вопрос. Смотрите, а в чем проблема, вот если я просто запишу, вот максимизировать это дело по там mu, sigma и pi. Что мне помешает прям взять и напрямую решить задачу оптимизации? Да, я не знаю z, я ввел какие-то переменные, я понятия не имею, чему они равны. Ну, а вторая проблема, Максим правильно говорит, что даже если бы я их знал, они дискретные. Ну, хотя ладно, если бы я их знал, то ничего страшного, да? А если я начну по ним оптимизировать, они дискретные, непонятно, что делать. Короче, все равно проблемка. И вот тут-то сейчас у нас возникнет алгоритм, который позволяет эту проблему обойти. Итак, в общем виде, хотя ладно, это не вполне общий вид, давайте я просто запишу задачу. У меня есть логарифм p от x при условии θ. Это то, что называется неполное правдоподобие. Это какая-то вероятностная модель, которая вот задается нашей задачей. Мы пока знаем пример только вероятностной модели, это смесь распределений, и как мы обсудили, это нужно для кластеризации. Но при этом мы дальше увидим с вами еще много примеров, как я говорил, тематическое моделирование, там какие-то варианты для частичного обучения и так далее. Мы еще много вот таких моделей, вероятностных с вами встретим. Пока мы знаем только одну для смеси распределений. Значит так, вот у меня есть такая штука, какая-то плотность, неполное правдоподобие, и она сложная, очень сложная, сложная, сложное. Дальше. У меня есть z. Это скрытые переменные, которые вводятся, ну это некоторое искусство, как их вводить. Мы опять же примеры такие увидим с вами дальше. Ну вот здесь конкретно в случае со смесями мы били скрытые переменные, типа откуда берется объект, ну бывают и более сложные варианты. Да, кстати, давайте я буду записывать здесь не просто x, а x большое, типа что выборка целая, вероятность выборки при этих параметрах. Так вот скрытые переменные у меня есть, и вот правдоподобие, где эти скрытые переменные введены, называется полным правдоподобием. И с полным правдоподобием у меня получается вот такая задача, если здесь P забыл, логарифм P от xz при условии тета я хочу максимизировать по z и по тета. Вот такую задачу я хочу решить. Так, значит, вот если сейчас что-то вас смущает, там дату, лучше спросить. Я вот сейчас могу опять же быстро идти. Ну вы к тому, что оптимизировать по дискретной переменной – это стрёмно, да? Да, да. Ну алгоритм это предусмотрит наш сейчас. Всё будет хорошо. Ещё вопросы? Вы как-то так сидите покорно, как будто в чате вам страдают по комбинаторной оптимизации. Понимаю их. А вот здесь кто записался на комбинаторную оптимизацию? Ну вот, потом у Ильдуса спросите. Да. Я слышал в этом году ещё посложнее, её сделают. Так вот, значит, в чём идея ЕМ-алгоритма? Значит, как это решать? Значит, подход один. Ну давайте, вот вы же молодцы, да? Вы же знаете там методы оптимизации. Вы уже там МО1 прошли. Вот что мне делать вот с таким функционалом, где я должен оптимизировать по двум наборам переменных, и они очень разные. Z вообще дискретные, там T, непрерывные, скорее всего. Как вот мне одновременно по ним оптимизировать? А как это называется? Так, нет. Alternative, вот это ближе. Ну короче, есть такое название, но оно довольно общее, типа блочно-покординатный спуск. То есть, когда я разбиваю все мои неизвестные на несколько групп и делаю как бы шаг по одной группе, зафиксировав остальные, шаг по второй группе, остальные зафиксировав и так далее. И вот так попеременно, значит, я делаю вот такую оптимизацию. Здесь давайте я буду делать то же самое. Подход один, это у меня будет блочно-координатный. Да, студент прослушал лекцию по гем-алгоритму «Разум чист, старый седой мудрец». Это хокко. Покординатный спуск. Значит, поочередно, по Z и по θ. Как это будет устроено? Значит, шаг 1, давайте, или шаг А. На шаге А давайте я сделаю оптимизацию по Z. Кстати, вот вопрос в чате подвезли. Мы, когда плотность возводим в Z и Z равно 0, у нас там просто 1 получается. Да, Иван, совершенно правильно. Да, это такая задумка. То есть, как бы идея как раз в том, что у меня вот здесь, в этом произведении, только одно, один множитель, не единица. И он как раз таки влияет. Он задает всю эту формулу. Да, тут произведение. Да, мы привыкли к суммам. Да, там очень хорошая фокула. Я не буду его зачитывать в трансляцию. Значит, и так. Так, на шаге А давайте я прооптимизирую по Z. Значит, я скажу, что у меня оптимальная Z, Z со звездочкой, это просто arg-максимум по всем возможным Z от логарифма полного правдоподобия при уже как бы каком-то зафиксированном наборе параметров theta, theta-old. Ну, как бы, смотрите, по сути дела, в случае со смесями, мы с вами обсуждали, сколько у меня всего Z возможных для каждого объекта. Cache-to. Ну, переберу все, выберу тот, у которого максимальная вероятность. То есть, просто я могу полным перебором решить эту задачу оптимизации. Я могу выбрать Z, скрытые переменные, на которых у меня достигается максимум. Не проблема. Нашел эти Z. Дальше я делаю шаг B, на котором я фиксирую Z и оптимизирую по тете. Значит, theta-new – это у меня arg-максимум по тете от логарифма полного правдоподобия, куда я подставил его эти Z со звездочкой, и вот по тете оптимизирую. Ну, вот такой алгоритм получается. Поочередно по Z и theta делаю оптимизацию. Ну, вот вы как-то… Да, у нас, смотрите, правильно спрашивают, когда будет шаг E и M. Ну, вот пока мы делаем примитивный, поэтому A и B, а потом мы немножко подвинемся, и там будет E и F шаги. Это, да, это получается AB-алгоритм. Да, согласен. Да. Да. То есть, по сути, вот в это Z закопаны старые наборы параметров. Вот. Значит, такой алгоритм. Ну, вот глядя на него, можете сказать, там, может, и проблемы у него, что с ним не так. Вот здесь? Да, да, да. То есть, мы с вами на семинарах будем это делать. Мы увидим, что вот для полного правдоподобия с фиксированными Z, там прям формулы красивые, в явном виде получаются. Все замечательно. Че-че? Шаг A. Ну, может быть, да. То есть, как бы, если может быть более сложные скрытые переменные, то, может быть, его будет делать более трудно. Ну, вот в чате Максим предлагает, говорит, что, может быть, застрянет. Ну, вот, на самом деле, да. То есть, если вы запрограммируете это дело, все еще будет плохо работать, будет плохо сходиться. Почему-то этого мало. Поэтому нам нужно устроить какой-то вот, значит, не знаю, как-то прокачать наш мозг, устроить big brain time какой-то, да, и с инициализацией. Ну, в ЕМ-алгоритме она тоже будет, поэтому не будем это называть проблемой. Это просто жизнь, что инициализировать непонятно как все эти методы оптимизации ваши. Вот. Значит, нужно как-то прокачать этот метод. И вот как раз-таки, ну, значит, давайте я напишу, что медленно сходится. Поэтому у нас будет подход 2. Ну, вот смотрите, в чем будет заключаться наша идея. Вот вы пока Боисовские методы не изучали, но я надеюсь, вы все запишетесь на них в следующем семестре. И вот есть такая вот идея в теории вероятности, что вместо того, чтобы брать какое-то оптимальное значение переменной, лучше рассмотреть все значения этой переменной и усреднить по ним с какими-то вероятностями. То есть будет круче, если я не одно Z со звездочкой возьму, а посчитаю вероятности всех возможных наборов скрытых переменных и с ними усредню полное правдоподобие. Давайте запишу, что это значит. Значит, предлагается делать следующее. Значит, на шаге E, вот теперь у меня будут уже более папстные названия, E означает expectation. Я посчитаю просто вероятности всех возможных наборов скрытых переменных при условии x и θ all. Вычисляем. В каждой модели вероятность это вычисляется по-своему, поэтому я не буду здесь записывать какие-то там формулы конкретные. Мы это увидим с вами в примерах, когда вот в семинарах будем решать задачи на эту тему. Но вот мы как-то оцениваем эти, как называют, апостериорные вероятности. Апостериорные вероятности Z. Давайте вопрос к вам. Что значит апостериорная вероятность, как думаете? Да, то есть я как бы пронаблюдал уже данные, пронаблюдал параметры, и вот при условии них вычисляю вероятность Z. А если бы я вычислял вероятность Z без x и θ, это были бы какие-то апостериорные вероятности. Да, значит, вычисляем вы эти как… Ну, опять же, не парьтесь, байзовские методы потом послушаете, вам там объяснят, ну или не послушаете, значит, вам не нужно знать, что такое апостериорные вероятности. Вот мы вычисляем это дело, вычисляем вот эти вот Z. Дальше на шаге M, максимизация, мы делаем следующее. Мы, значит, записываем вот такую хитрую штуку. Значит, функционал я обзову Q от θ и θ old. И запишу вот такую штуку. Я запишу матожидание по Z из вот этого самого апостериорного распределения. По всем Z. И здесь у меня будет логарифм полного правдоподобия от XZ при условии θ. И вот это дело я максимизирую вот это. Вот, то есть смотрите, то есть я взял полное правдоподобие и усреднил его по всем Z, где вероятности Z беру из вот этого апостериорного распределения. Здесь, по сути дела, я брал точечную оценку Z, брал значение в одной точке Z. Здесь я усреднил по всем возможным Z с вот такими вероятностями. Это вот такой подход байзовский, когда я рассматриваю не оценку какую-то конкретную, а усредняю по всем значениям с какими-то вероятностями. И вот оказывается, что вот такой подход сильно лучше и дает куда более такие качественные направления движения, чем вот подход один или обычный градиентный подъем. Вот такая вот идея Е-малгоритм. Опять же, это как бы ну просто какая-то вот штука. Мы придумали, что ну давайте усредним. Программируем, запускаем, получается хорошо. Ну окей, работает. То есть пока как бы какого-то вот общего подхода здесь нет. Мы не понимаем, как до этого можно было допереть как-то вот из общих соображений. Ну вот просто, тем не менее, такой алгоритм есть, он работает как-то неплохо. Вот. Спросите вопросы, если они есть. Вот. Значит, да, вот спрашивают с дискретными z тоже. Ну тогда, что, ну от ожидания по дискретным переменам мы же можем взять, никаких проблем нет. То есть если z дискретный, то у меня здесь будет просто сумма. Если z дискретные, случайные величины, то у меня вот это q выродится в сумму по всем возможным z p от z при условии x θ old умножить на логарифм p от x z при условии θ. Можно, да, можно. Ну просто оказывается, что для многих моделей, с которыми мы встретимся, вы это мотождание в явном виде можете посчитать. Поэтому проблем нет. Но если у вас какая-то гробовая модель, где там реально будет распределение жесткое, то да, вариант сэмплировать на этом шаге и как бы максимизировать оценку Монте-Карло, да, такой вариант есть. Еще вопросы? Да, да, да. То есть мы увидим, что вот в каждой задаче это просто выписывается как-то довольно несложно. Ну вот давайте я могу для примера записать формулы. Что-то зашел в лекции. Значит, пример. Для смеси нормальных распределений. Мы эти формулы выведем с вами на семинарах, но сейчас я запишу результат просто. Некоторые спойлеры сейчас будут. В чате там продолжается. Да. Значит, итак, вот для смеси нормальных распределений на е шаге оказывается, что вероятность того, что для и того объекта объект относится к катой компоненте, это при условии экситова и теты, это у меня просто значит, пикатое старое на вероятное, на нормальное распределение с центром в экситом, на мюкатая старое, сигмакатая старое. И здесь у меня в знаменателе, сейчас давайте это дело скопирую, и в знаменателе у меня сумма по всем компонентам, здесь s, 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 все. Вот, то есть вот так там мы посчитаем, это просто вот так вычисляются вот эти вот апостерерные вероятности. То есть, по сути дела, давайте я их обозначу g, i, t, k, t. А чатик подвинуть, да. Вот, то есть, что есть у меня записанное? Я беру какой-то it-объект, я беру его как бы вероятность с точки зрения ката и компоненты и делю на сумму вероятности с точки зрения всех компонентов. То есть, по сути дела, у меня апостерерная вероятность говорит, насколько вот сейчас для данного набора параметров вероятно, что у меня объект пришел из ката и компоненты смеси. Так, вот Сережа спрашивает, k равно 1, нет, почему, k от 1 до k большого. Или это почему бы? Где 1? Да, да, плотность, да. Где 1? А, не, ну смотрите, ну типа у меня же вот вектор z, это нолики-еднички, я записываю вероятность того, что именно ката и компоненты этого вектора равна единице. То есть, по сути, делает то же самое, что вероятность того, что z и t равняется типа 0 и так далее, 1 в катой компоненте, там 0 и так далее, 0. Вероятность вот такого вектора. Вот. А на m шаге у меня в ем алгоритме для смеси нормальных распределений получаются такие формулы. Например, пикатая у меня пересчитывается следующим образом. Значит, пикатая – это… Сейчас я в спороголку посмотрю. Ну, там такое, я не могу такое помнить. Сумма по e от 1 до l g и t катая. Давайте это проинтерпретируем. То есть, смотрите, sigma mail rule. То есть, по сути дела, g и t катая показывает, насколько и t объект, давайте я даже это запишу, насколько x и t относится к катому кластеру. А здесь, по сути, пикатая – это сумма того, насколько все объекты относятся к катому кластеру. То есть, пикатая, а это как бы как раз-таки доля катого… Ну, давайте вспомним формулу для смеси распределений. Пикатая – это доля катой компоненты в смеси. Это как раз-таки доля объектов, которая относится к катому кластеру. Все логично. Мю катая, как я пересчитываю, центр катого кластера. Ну, тоже для этого есть формула. Значит, 1 делить на l пикатая умножить на сумму по e от 1 до l g и t катая умножить на x и t. То есть, по сути дела, смотрите, вот в Каминс, как у меня пересчитывался центр катого кластера, помните? Да, то есть, смотрите, в Каминс у меня центр кластера пересчитывался как средний всех объектов этого кластера. А здесь тоже я суммирую все объекты с весами, которые показывают, насколько этот объект относится к катому кластеру. То есть, по сути, здесь такой аналог Каминс, только мягкий, когда я не жестко приписал все объекты к кластерам, а с какими-то вероятностями. То есть, вот тоже прикольно. Ну и сигма катая тоже там похожая формула получается. Значит, сигма катая это у меня 1 делить на l пикатая сумма по e от 1 до l g и t катая x и t минус мю катая на x и t минус мю катая транспонированная. Вот такая штука. Жестко приписал все объекты к кластерам. Вот, то есть, тоже тут, как вы видите, оценка кавариационной матрицы, известная нам, с какими-то весами. То есть, вот ЕМ-алгоритм такой получается. Видите, очень простые шаги там выходят, и вот он работает сильно лучше, чем градиентный подъем. Вот такая вот история. Тут вопросы какие-нибудь? Вроде нет. Ну, дальше я бы рассказал вам про ЕМ-алгоритм в общем виде, но это такая долгая история, поэтому я бы ее не трогал и оставил на следующий раз. Может, что-то обсудить еще надо. Может быть, в трансляции есть у нас какие-то вопросы. Вроде нет. Да, хорошо. Давайте тогда просто, ну, завтраки – это неактуально. Мы сегодня на лекции чак-чак обсуждаем. Надо было приходить. Ладно, давай тогда закончим пораньше, чтобы как можно меньше материала было запорото нашим форматом трансляции. В следующий раз тогда уже про ЕМ поговорим в общем виде, про его сходство с градиентным спуском, про его сходимость поговорим и так далее. Так вот, говорят, повернуть камеру в зал. Я боюсь, что это не очень… Ладно, давайте попробуем, конечно. Давайте трансляцию помашем. Все, хорошо. Тогда давайте на этом заканчивать. Все, всем спасибо. Увидимся с вами через неделю. До свидания.